Ну а теперь рассмотрим иерархию протоколов в различных стеках. Вот это у нас стек протоколов ISO-AC. Очень хорошо видно соответствие между моделью ISO-AC, эталонной моделью, и самим стеком. Даже видно, что не все протоколы соответствуют определенному уровню ISO-AC. Что у нас тут? Все протоколы ISO-AC, собственные протоколы, или начинаются на букву X с точкой и номер протокола. Далее у нас идут, например, протоколы, начинающиеся на ISO. Это в основном протоколы, которые каким-то образом были взяты из других стеков протоколов и инкорпорированы в стек ISO-AC. Ну и протоколы типа ISO-AC, ISO-AC и так далее, DAB протокол. Это протоколы, которые имеют в виде аббревиатуры. Это протоколы аббревиатуры. Протоколы LLC, например. Это протоколы из ТЭК-802, IEEE-802. Протокол, по большому счету, придуманный IBM для ее сетевой системы, которая потом перешла в систему SMB, Microsoft. Эта система работала так же, как и NetV, а поверх Ethernet работала, то IBM-овская система поверх LLC никому, кроме IBM, этот протокол не был нужен. Если его убить, то в принципе ничего не случится, но по историческим причинам он живет в стеке протоколов IEEE-802. Тут вот перечислены протоколы, которые были утащены из других протоколов ISO, и протоколы, которые имеют аббревиатурное имя. Ну, фактически, IS-IS, это внутренний протокол маркетизации, он очень похож на протокол ОСПФ, ES-IS на БГП и так далее. Ну, и тут перечислены протоколы, например, X-400 протокол, это протокол почтовый, аналогом протокола почтового X-400 является протокол SMTP, плюс SMTP мы там добавить можем и протоколы типа ПОП-3 и МЭП, но X-400 более развитый протокол, наверное, поэтому он и оказался не жизнеспособный. Следует заметить, что SMTP и, ну, поскольку, как я сказал, протоколы нежележащих уровней достаточно сложно стандартные модифицировать, то они заменяются разными настройками и на данный момент есть у почтовых протоколов куча настроек, которые покрывают всю функциональность X-400. X-400 он такой мертвый достаточно протокол. Там это типа FTP, и SMB это протокол, как я уже говорил, IBM Microsoft для передачи файлов. Мы все стэки протоколов привязываем к модели ISO-ОСИ, это необязательная вещь, Таненбаум, например, построил свою модель, такой смесь TCP и IEEE 802, и сказал, что это более удобно для того, чтобы сравнивать все остальные протоколы. Ну, мы сравниваем с ISO-ОСИ. Вот, например, модель TCP-IP, она достаточно хорошо уложится на ISO-ОСИ, кроме того, что транспортный уровень TCP-IP захватывает кусочек сетевого. Там есть протокол UDP, который фактически является сетевым протоколом, а не транспортным. Вот так вот. И также мы можем разрисовать разные протоколы в этом стэке, поскольку прикладной у нас уровень OTCP захватывает три уровня ISO-ОСИ, то разные протоколы могут захватывать несколько уровней модели ISO-ОСИ. Ну, например, SSH, он смешанный протокол, нечистый, он и разрешает имена, и он у нас кодирует информацию, криптует, и является прикладной нового уровня протокола. DNS – это сеансовый протокол, он разрешает имена. SOX – тоже протокол сеансовый, уровень разрешает имена и так далее. Вот у нас UDP мы видим, он такой, фактически UDP – это протокол IP, плюс на него нашлёпка с адресом транспортного уровня. И протокол, вот скажем, ARP-NARP выделен, видите, точкой. Это протоколы, зависящие от интерфейса. То есть, они вроде бы находятся на местевом уровне, но они жёстко зависят от уровней, которые находятся внизу, от физического уровня, интерфейсного ещё называют. ARP и NARP – это протоколы определения адреса, связи адресами сетевого и интерфейсного уровней. Но, скажем, ARP – это для широковещательных протоколов, а NARP – это для нешироковещательных протоколов. Тут перечислены протоколы IP на разных уровнях. Ну, самое известное, конечно, это IP-протокол, за счёт чего здесь стэк и назван. Протоколы маршрутизации на местевом уровне, естественно, находятся, если вы вспомните, за что отвечает сетевого уровня. На транспортном – это два TCP-UDP и очень хорошие протоколы – DCCP и SCTP, которые в результате оказались никому не нужными. Слишком хорошие. Сейчас хуже ситуация. Вместо того, чтобы использовать, скажем, протоколы SCTP, может быть, когда-то будем использовать. Берут наиболее тупой и простейший протокол UDP и на него цепляют какой-нибудь прикладной протокол и всю функциональность, которая должна крутиться на транспортном уровне, переносят на прикладной уровень. Потому что это проще сделать и проще внедрить. На прикладном уровне набор протоколов для всех случаев жизни и интерфейсный уровень, и физический уровень. Этот уровень, собственно, не рассматривается вовсе стеком протоколов TCP и IP. Ну как не рассматривается? Рассматривается взаимодействие с интерфейсным уровнем, то есть как ARP, NARP, например. Но, собственно, что-то внизу должны определять другие стеки протоколов. Модель ISO оси и модель IEEE 802 физический уровень ниже находится, потому что тут мы еще описываем кабельную систему, оборудование и так далее. IEEE 802 – это комитет, который занимается локальными сетями. Канальный уровень разбит на LLC и MAC уровень. Ну, опять же, это все из-за происководов IBM. Этот IEEE 802 не строился как ISO оси, то есть в ISO оси еще раз. Модель, потом стек протоколов. IEEE 802 набирал живые протоколы, свалил кучу, а потом пытался их подогнать под определенную модель. И из-за того, что были протоколы LLC, был протокол, и вот он был задействован в этой модели. Ну, он есть и есть, надо к нему привыкнуть, но в жизни он может не употребляться вовсе. Стек IPX-SPX, он цеплялся на IEEE 802, конкретно он работал только поверх Ethernet. Чудесный стек протокола, инженерный подход, строился для того, чтобы построить высокопроизводительные файловые сервера, высокопроизводительные сети. Но из-за этого-то, собственно, он и умер. То есть гибкости в нем не хватало. Ну и добило его то, что это было все-таки решение одной фирмы, не открытая как CPIP, и из-за трений в руководстве, из-за того, что перекупалась эта система несколько раз, она фактически умерла. Нет, она, по-моему, реально-то вроде как бы и живет, какая-то версия, но уже никем не употребляется. Очень хорошая инженерная система была, очень хорошая и очень специализированная. специализированные системы очень хорошо живут в условиях, для которых они специализированы, но при смене условий они вымирают. Вот так вот. Соответственно, тут перечислены протоколы. Да, собственно, этим стэком протоколов был только в одной операционной системе NITWEA. Ну, под другие, под UNIX тоже был кусок этого стэка протоколов для взаимодействия с NITWEA, поскольку, когда NITWEA фактически умерла, то и стэк протоколов этот никому не нужен стал. Нитбиус это вот из-за чего у нас LLC и живет. Этот стэк IBM создал для своих сетей. То есть, токен ринг как бы крутился на больших сетях между мейнфреймами, а для подключения терминалов, малых компьютеров вот создавался IBM, BSC, NITWEA и так далее. Ну, в общем, вариант NITBIUS в зависимости от того, на какой протокол он клался, было несколько. NITBIUS, NBT, NITBIUS поверх IPX. Ну, фактически, вот в реализации SMB сейчас используется NBT протокол. NITBIUS, то есть поверх LLC, чудесно умер достаточно давно. На нем отказались, по-моему, начиная с Висты Windows. В принципе, тоже хорошая, но очень специализированная разработка была и закрытая. Вот то, что сейчас делаются аналоги под Linux, скажем, это реверс инжиниринг по сути своей. Протокол SMB развивается, у нас сейчас вторая версия, по-моему, да? достаточно хороший протокол, но из-за закрытости он не получил нужного распространения. Стандарт H323H, это значит, что ITU-T это ITU-шный стандарт H это стандарт для передачи аудио-видео-конференции. Очень хороший стандарт, к сожалению, фактически полумертвый. Ну, опять же, открытые стандарты его забороли. Вот это у нас стэк. Ну, да, еще лет 20 назад считалось, что он будет впереди планеты всей этой стандарт, но его, опять же, растащили на кусочки. Ну, вот видео H263, 264, 265 это кодеки вам известные видео, кодируются им 263, это DIVX, например, да? 264, он так назван, 264, это современные стандарты кодирования, и 265 это супер современный стандарт кодирования, но пока он не дает особого преимущества на 264. Ну, то есть, вот кусочками растащили весь тот стэк, а сам стэк мало жизнеспособный оказался. Вот они протоколы. Кодеки все используются в телефоне и передачи видео, постепенно заменяются протоколами на базе SIP, на базе стэка протоколов TCP, IP. Но, при этом, следует знать, что этот стэк протоколов был, и представлять, для чего он использовался. СТЭК SS7, это последний стэк, или OV7 по-русски, это протоколы телефонии, сети общего пользования, естественно, что IT-юшный протокол, сейчас у нас переход от аналоговых сетей общего пользования с коммутацией каналов, как тут, на сети поверх TCP, IP с коммутацией пакетов. Но, при этом, SS7, все-таки, это глобальный такой протокол, он частями своими попал в разработке протоколов под TCP, IP, то есть, образовалась своего рода конвергенция. Для SS7 следует выделить то, что он последовательно разделяет управляющий канал и канал передачи данных. в TCP есть протоколы, которые разделяют эти каналы, протоколы, где гонятся и данные, и управление по одному каналу, ну, а вот в SS7 жестко разделяется передача данных и передача управления, ну, и, соответственно, и в современной телефонии это все так же и происходит. если вы будете заниматься протоколами, связанными с SS7, то вы эти все уровни хорошо выучите. Если не будете заниматься, то вам просто нужно знать, что есть такой стек протоколов, но больше, наверное, ничего особо и не нужно. в конце вопросы для самоконтроля по этой лекции. выключите метод